В Сочи мужчина пошел на ограбление магазина, весьма необычно замаскировав свое лицо. На голову он надел ведро. Не все купальщики в Сочи приняли международные стандарты. Об этом стало известно на встрече арендаторов пляжей. Сочинские ветераны войны получат прибавку к пенсии. В честь годовщины битвы за Кавказ организована единовременная выплата. Романсы, старинные церковные распевы и современная духовная музыка. В Сочи прибыл хор Валаамского мужского монастыря. В Сочи мужчина пошел на ограбление магазина, весьма необычно замаскировав свое лицо. На голову он надел ведро. Все произошло в Блиново в одном из продуктовых магазинов. С сообщением о нападении в дежурную часть обратилась продавец торговой точки. На место прибыли сотрудники полиции. Они установили, что в помещение магазина вошел неизвестный мужчина с ведром на голове и под угрозой физической расправы похитил из кассы 2000 рублей, после чего благополучно скрылся. Грабителем, который таким необычным способом решил замаскировать свое лицо, оказался 31-летний гость из Челябинской области. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Грабитель находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие. Расслабляться рано. Сезон не окончен. Об этом власти Сочи напомнили арендаторам городских пляжей. Предпринимателей собрали, чтобы еще раз обсудить требования безопасности. Сочи этим летом принял рекордное число отдыхающих. Помог этому, конечно, и мундиаль. Но, сказалось, и активная работа на местах. Власти рекламировали курорт на всероссийском и международном уровнях. А предприниматели готовились соответствовать. Как результат, наплыв туристов даже в сентябре. Курортный сезон у нас еще не закончился. Начиная с 2-3 сентября к нам приехал еще один туристский поток, который уже у нас будет в течение всего бархатного сезона в городе Сочи. Поэтому загрузка здравленности у нас на сегодняшний день порядка 75%. Это достаточно высокий показатель. Этим летом Сочи получил целых 6 голубых флагов. Это международная награда. Признание отличного уровня обеспечения безопасности и сервиса. Отмеченные голубым флагом пляжи попадают в иностранные каталоги и рекламные проспекты. Но, как выяснилось, гордятся пляжами все, а вот соблюдать принятые там нормы готов не каждый. Тяжело было людям объяснить по международным стандартам, например, как нужно отдыхать. Потому что в международных стандартах нельзя собачек на пляж пускать, а люди приходят. Мы им говорим, нельзя. Они говорят, вот бессовестные, мы граждане России, мы имеем право здесь отдыхать с собаками, но нельзя этого делать. Это бактерии и так далее. Вот я думаю, что это было сложно. Людям объяснить, что курить здесь нельзя. Там место для курения. С собачкой сюда нельзя. Вон туда идите. Там и так далее. Что вот в определенном виде лежать здесь нельзя. Нужно быть там в определенной одежде. В остальном на 190 сочинских пляжах особых проблем нет. Спасательные посты оборудованы, медпункты работают, есть прокат пляжного инвентаря. Арендаторам еще раз напомнили, в сентябре в Сочи могут быть и смерч, и шторм. И это обязанность сотрудников пляжа вовремя предупреждать курортников. А при необходимости и вовсе запрещать купание в море. Портовый город юга страны отмечает юбилей с праздником жителей Новороссийска. Сегодня поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. Этот год для города богат на праздничные даты. 180 лет со дня основания и 45-летие почетного статуса героя. В своем микроблоге губернатор назвал Новороссийск современным и благоустроенным для жизни городом с героической историей. Морской город с суровыми ветрами и несгибаемым характером. Город сильных волевых людей. У меня, как и у многих жителей края, к нему особое отношение. Здесь чтят традиции морского офицерства, помнят непростые страницы истории и подвиги предков. С юбилеем тебя, город-герой! Мира и добра твоим жителям! Глава региона также отметил, что Новороссийск обладает колоссальным экономическим и культурным потенциалом. Он является важным южным портом страны и крупным промышленным центром края. Больше 92% объектов теплоснабжения Кубани готовы к отопительному сезону. В Краснодаре на селекторном совещании обсудили работы к осенне-зимнему периоду. В этом сезоне откроются 42 модернизированные котельные. В этом году их на 11 больше, чем в 2017. Это не единственное изменение в теплоэнергетическом комплексе региона. Глава края Вениамин Кондратьев поручил завершить все работы по подготовке к холодам до 1 октября. Подробности у наших краснодарских коллег. Климат-контроль в дома краснодарцев. Такую задачу поставили перед собой инженеры одной из теплоэнергетических компаний города. Сейчас они заканчивают установку нового оборудования для автоматизации системы. Электроника будет сама понимать, когда нужно поддать жару, ориентируясь на температуру на улице. Время, за которое люди почувствуют тепло, оно как раз будет определяться только инерцией теплосети, но никак не инерцией человека-оператора, который подошел, забыл, не забыл, по табличке посмотрел. Это здесь исключается. По такой новой системе котельная будет обеспечивать теплом около 5000 краснодарцев. Среди объектов детский сад, здание ЗАГСобрания региона, центральный концертный зал и многоквартирники. Чтобы грядущая зима не стала неожиданным сюрпризом, готовить теплосети начали еще с завершением прошлого отопительного сезона. Это ремонт котлов, ремонт насосов, ремонт теплообменников. Также мы проводим мероприятия по ремонту тепловых сетей. Это замена участков на трубопроводы большего диаметра с лучшей изоляцией. Все эти работы нужно завершить к официальному часу Х. 1 октября ремонт котельных должен завершиться, поручает глава муниципалитетов губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Чтобы обеспечить теплом жителей региона, нужно модернизировать оборудование и менять инженерные сети. Ремонт коммуникаций – ежегодная работа районных глав. Власти поставили задачу менять не меньше 5% сетей. Вторая задача – реконструкция и обновление котельных. Губернатор напоминает, что если у муниципалитета на это нет денег, подключить к работе можно инвестора. В этом году мы выделили 1,7 млрд рублей к подготовке к зимнему сезону. Мы изначально предусматривали эти деньги на замену оборудования, модернизацию котельных, замену тепловых сетей. И можно продолжать. Но тут уже приоритеты. Приоритеты, я всегда говорю, мы уже должны сами расставлять. Что касается обновления котельных, будет полностью модернизировано 42 котельные. 19 из них модернизировано за частные деньги. Я считаю, что просто в этих муниципальных образованиях, в том числе Павловский, Буховецкий, Крылосово, районы приучились, работа с инвестором вышла на новый уровень. И там, где инвестиционные показатели растут у районов, еще раз подчеркиваю, это в моем понимании заслуга глав и тех команд глав, которые эту работу с инвесторами выводят на новый уровень. Вот если этот темп будем хотя бы не снижать, мы тоже проблему с модернизацией котельных максимально закроем. Уже через два года, если все пойдет по плану в Крае, поменяют не меньше 80 котельных за счет именно частных инвестиций. В противном случае Край будет нести большие потери тепла. Вторая немаловажная проблема – это финансовая сторона вопроса. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства уже должны поставщикам больше 3 миллиардов рублей. Крупнейшая теплоэнергетическая компания накопила сумму около 500 миллионов рублей. Чтобы жители Края не столкнулись с этой проблемой лицом к лицу, на помощь организации поспешил банк. Вместе с акционером порешали с руководством банков, чтобы дать возможность мне в более легком варианте решать сейчас проблемы. Чтобы я не платил сейчас кредиты полностью весь 2018 год и 2019. Это мне позволит на 2019 год, вот на это время, выйти на хороший уровень. Практически АТЭК нормально будет дышать и выполнять все задачи. Бизнес не знает сослагательного наклонения. Потому что вы зарабатываете, а мы отвечаем на то, чтобы сегодня и вы зарабатывали, но и жизнь в Крае. Это уже было очень активно и динамично, и комфортно. И тепло было и в квартирах, и в домах. Мы должны вылезти из этой долговой ямы. А мы сегодня в долговой яме находимся. И нам стыдно такому региону находиться в ней. Стыдно, я считаю. Дайте мне жесткий график, конкретный, прозрачный, по погашению задорности АТЭКа перед «Газпромом». И контролирую, чтобы он соблюдался. Мне в целом нужен край, чтобы бесперебойно снабжался газом. Еще проекты, которые вместе с «Газпромом», тоже развивались и реализовывались. Поставщик готов идти навстречу. Но закон есть закон. Нередко они попросту не могут застать неплательщиков на рабочем месте. Отключить котельную, которая вгоняет долги поставщиков, пожалуй, самый очевидный выход. Но оставить в холоде весь район из-за недобросовестных абонентов просто недопустимо, говорит губернатор. С должниками нужно работать точечно, при этом привлекая правоохранителей. В конечном итоге, в большинстве случаев, прокуратуры выносят решение не в нашу пользу. Парадоксально, но это так. Должны за газ. Мы вынуждены, чтобы роста не было, ограничить, отключить. Мы должны безумно наказывать и даже отключать. Но у тех, кто не платит. У тех, кто не платит. Давайте здесь подумаем над способом. На самом деле, это технологически невозможно. У каждого неплательщика отключить. Но страдает сегодня край. Репутационно страдает. Перед целым гастромом. Решение этого вопроса глава региона берет на личный контроль. А вот готовность всех отопительных систем Кубани – уже зона ответственности муниципальных глав. И пока из их докладов в целом все идет по плану. Первый экзамен коммунальщики сдадут уже с наступлением первых холодов. Инна Чайко, Денис Перец, Денис Москаленко, Евгений Береснев, Кубань, 24, Краснодар. Сочинские ветераны войны получат прибавку к пенсии в честь 75-й годовщины со дня освобождения Краснодарского края и битвы за Кавказ будет организована единовременная денежная выплата. Об этом стало известно на заседании Оргкомитета по подготовке к празднованию исторической даты. В октябре Кубань отмечает 75 лет со дня освобождения края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Это одно из важнейших событий Великой Отечественной войны, которая приблизила страну к победе. В Сочи расположено 158 объектов военной истории. Все они в преддверии праздника обновлены. От сочинцев глава города просит должного уважения к памятникам. И мы через следствие массовой информации, я думаю через активы, общественные активы, советы ветеранов, наши квартальные комитеты должны беседовать и рассказывать, что собачка хорошо, что мы ее уважаем и что с ними надо прогуливаться, но есть святые места и надо с малолетства приучать своих детей к тому, что это свято. А свято – это значит, что там должны быть только цветы и даже пыли не должно быть. В преддверии знаменательной даты всех ветеранов войны навестят представители администрации, при необходимости окажут помощь в ремонте или бытовых вопросах. Придут в гости к героям и школьники. В городе пройдут 100 памятных мероприятий. Также по поручению главы Сочи Анатолия Пахомова совместно с депутатами городского собрания подготовлен проект о дополнительной мере социальной поддержки. Участники битвы за Кавказ получат единовременную выплату – 5000 рублей. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Какой смысл у этой фразы из песни и кто вообще такие комсомольцы? Осенью по всей стране будет отмечаться 100-летний юбилей самой массовой общественно-политической организации молодежи. 29 октября в Сочи пройдет целая серия мероприятий, в том числе просветительских. Программу праздника обсудили сегодня на заседании Оргкомитета. Более 200 миллионов юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет гордо носили звание комсомольца. Зачастую они принимали участие в самых масштабных проектах родины. Были среди них и сочинцы. В дни празднования столетия комсомола их пригласят в школы города с просьбой поделиться воспоминаниями. Особое место в плане мероприятий будет уделено встречам поколений. В классы пойти, рассказать, что это патриотизм, что такое комсомол, это великая честная война. Действительно возразить этот патриотизм, что это был действительно передовой отряд молодежи. А еще по поручению главы города в районе Олимпийского парка будет высажена эвкалиптовая роща. Начнется же само празднование 26 октября митингом у памятника Островскому. У художественного музея участники мероприятия откроют памятную табличку о том, что в этом здании был сочинский горком комсомола. Торжественная часть юбилея состоится в Зимнем театре. Там же состоится премьера документального фильма о сочинских комсомольцах, подготовленного телекомпанией ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сочинский перинатальный центр вошел в пятерку лучших в стране. На курорте завершился общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России». В его рамках состоялась ежегодная так называемая перекличка перинатальных центров России. Сочинский перинатальный центр, по версии Конгресса, занял четвертое место среди аналогичных медицинских учреждений страны. Рейтинг составлен на сведениях, представленных учреждениями. Причем были изучены показатели не только самих перинатальных центров, но и соответствующих регионов. За последние полгода на курорте родилось более 4200 малышей. Это почти на полторы сотни больше, чем за аналогичный период прошлого года. На Кубани обновили более полутора сотен почтовых отделений. О модернизации службы главе региона сегодня рассказала директор Краснодарского филиала «Почты России» Елена Бабак. В этом году в Край открыли 11 новых центров выдачи и приема посылок. Тем не менее, как отметил Вениамин Кондратьев, сегодня еще есть необходимость в ремонте некоторых помещений. Оборудование кое-где еще используется с советских времен. Особенно острый этот вопрос стоит в сельской местности. Все и краевые власти готовы подключаться к решению проблемы. Ведь одна из важных задач – не допустить закрытия почтовых отделений в отдаленных станицах и хуторах. Почта для селян, для сельской местности – это вот то окно, которое связывает их с большим миром. Поэтому, когда была почта на протяжении многих поколений, а потом вдруг она исчезает, тут надо внимательно взвесить и очень-очень ответственно подойти к решению закрытия почты в том или ином пункте сельской местности. Оптимизация оптимизации, но мы не можем обрушить жизнь, тем более на селе, во имя каких-то цифр или какой-то статистики или показателей. Это просто недопустимо, коллеги, недопустимо. Поэтому мы здесь готовы максимально обсуждать, помогать вам, не отстаивать позиции. Но почту России на селе мы должны однозначно сохранить. 100% жителей Краснодарского края обслуживаются через сеть отделений почтовой связи. Стационарные объекты мы сохраняем, максимально модернизируем. Но, к сожалению, вот тот вопрос, который вы затронули, зачастую главы жалуются, что мы закрываем отделение. К сожалению, есть объекты в крае, которые там исторически так сложилось, что Почта России когда-то там в них зашла. Это саманные, разрушающиеся объекты. Они бесхозные. И те объекты, которые реально уже представляли угрозу не только для жителей, но и для моих работников, мы не закрывали. Мы предложили альтернативный способ обслуживания. Это два передвижных отделения связи, которые обслуживают малочисленные населенные пункты. По словам директора Краснодарского филиала Почты России, такие мобильные отделения сегодня есть в Отрадинском районе. Автомобили с корреспонденцией, посылками и платежными квитанциями приезжают в самые отдаленные поселки и хутора не меньше трех раз в неделю. В Сочи на 20 магнолий стало больше. В Дагамусе школьники высадили аллею, тем самым дали старт новому экологическому проекту. Расскажет Елена Авсецина. Каждый, кто приезжает на курорт, в первую очередь впечатляется растительностью. А все времена природа Черноморского побережья вдохновляла поэтов. Задача современников не только поддерживать красоту, но и создавать ее своими руками. Растительности много не бывает. Чем больше растительности, тем лучше. Это кислород, это озон. А самое главное, ребята, вы посмотрите, как они все с удовольствием копают, сажают. Сочинские юные экологи сегодня на территории оздоровительного комплекса Дагамус высадили магнолии. Пополнили прекрасный парк, заложенный еще при Александре II. Мы не каждый день сажаем деревья, но это настолько приятно. Нам нравится. Высадку магнолии приурочили к официальному старту экологического проекта школы и садики за раздельный сбор отходов. Волонтеры экологического движения намерены прийти в каждый школьный класс и группу детских садов, чтобы как можно раньше объяснить детям, от кого зависит экология на курорте. И мы будем учить детей правильно сортировать в эти контейнеры отходы. Туда не весь пластик должен попадать. Туда нужно пластик в смятом виде бросать. Если речь идет о пластиковой бутылке, то нужно отделять от нее пробку, потому что пробка и сама бутылка – это два разных вида пластика, которые нельзя объединять. И многое-многое другое мы обучим детей всем этим хитростям и секретам. За аллеей будут ухаживать сотрудники комплекса. Саженцы магнолии хорошо впишутся в общий ландшафт. Рядом со взрослой магнолией она была посажена еще 40 лет назад. До строительства оздоровительного комплекса появились вот такие саженцы. Конечно, им еще долго расти до цветения. Где-то лет пять цветущие магнолии весной завораживают любого отдыхающего. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. А в Сочинском Дендрарии обновили японский садик. В парке завершены работы по благоустройству этой территории. Подробнее Ольга Десятого. Японский садик наряду с другими географическими отделами Дендрария – это Кавказ, Америка, Австралия, Новая Зеландия – появился еще в советское время. Но тогда здесь не было элементов, которые бы в полной мере передавали атмосферу страны восходящего солнца. Сегодня, после проведенной реконструкции, все по-другому. Теперь садик украшают заборчики из забожженного бамбука и лавочки из этого же прочного растения, на которых можно отдохнуть в тени деревьев. Все ручной работы. Лилия с подругой приехали в Сочи из Нижнего Новгорода. И первый же день отдыха решили посвятить прогулкам по знаменитому парку. Очень красиво, вообще замечательно. Мы прям под таким хорошим впечатлением с подругой. Приехали сразу же первый день на отдыхе и сразу же сюда. Лавочка очень удобная. Вообще красиво, интересно все. Нам очень понравилось. Еще один необычный элемент ландшафтного дизайна – это шиши-адоши, небольшой фонтанчик качели. В прежние времена, в древние, выполняла свои функции по отпугиванию птиц от садов и полей, или диких животных, таких как олени. И также в японской мифологии еще играла роль отпугивание злых духов. Сегодня это украшение японского садика. А также как беседка, прудик, различные экзотические растения – японский кедр, ирис, можжевельник. Кстати, туристы из Китая, которые сегодня гуляли по парку, подчеркнули, что дизайнерам узнаваемый азиатский стиль удалось выдержать на 100%. Очень красивый, очень стильный, очень спокойный и очень красивый. Один из планов Дендрария по дальнейшему развитию садика – здесь должна играть классическая японская музыка. После сотрудники парка перейдут в австралийский отдел, где помимо архитектурных форм планируют обустроить оригинальную фото-зону. В Сочи можно получить бесплатную прививку от гриппа. На курорт доставлена первая партия вакцин. Всего их будет более 100 тысяч. Сделать прививку можно в поликлиниках и центрах вакцинации. Бесплатно привиться могут люди, относящиеся к группам риска. Дети от 6 месяцев, школьники и студенты, лица старше 60 лет, медики, работники сферы образования, обслуживания и ЖКХ общественного транспорта. Также в календарь прививок включены дополнительные категории – это беременные, призывники, а также люди с хроническими заболеваниями. Дополнительно по показаниям будут прививаться работники торговли и общественного питания и те, кто проживает рядом с птицеводческими хозяйствами. В Сочи приступают к строительству новых футбольных полей, а количество занимающихся футболом планируют увеличить сразу на тысячу человек. В муниципальных спортшколах начнутся дополнительные наборы как детей, так и тренеров. О планах и достижениях сочинского спорта смотрите в очередном выпуске программы «В курсе». Гость в студии – директор Департамента физкультуры и спорта Администрации города Сочи Сергей Пилосян. У нас в этом году планируется в Красной Поляне построить новое футбольное поле. Опять же, благодаря федеральной программе, благодаря помощи губернатора Краснодарского края, Администрация города Сочи выделила часть финансирования и завершено проектирование, получена положительная экспертиза. Начинаем строить, к концу года завершим, в Красной Поляне появится полноценное футбольное поле. И на 2019 год запланировано в поселке Краево-Армянское тоже строительство поля. Там жители давно этим полем пользуются, на самом деле. Сейчас мы его просто приведем в порядок. Не останавливаемся на достигнутом. Есть у нас в планах и дальше развивать этот вид спорта, и дальше строить футбольные поля. Но уже сегодня мы говорим о том, что инфраструктура в городе Сочи появилась, и мы будем тренировать детей на самых современных футбольных полях. Роман со старинной церковной распевы, классическая и современная духовная музыка с новой концертной программой в Сочи выступил уникальный коллектив хор Валаамского монастыря. Нам удалось побывать на репетиции вечернего концерта. Солисты хора занимают места в зрительном зале. Так проходит генеральная репетиция перед вечерним концертом. Есенин – так называется новая концертная программа хора. В нее вошли песни и романсы на стихи известного поэта, старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка. Более половины программы – это премьеры, это все новые песни. То есть мы, конечно, и поем любимые произведения Липатова, Пономаренко, «Не жалей, не зону, не плачет», «Говорила роща». Но мы и произведения новые поем, так как мы хотим показать зрителю, слушателю, что Есенин – он современный поэт, что те вещи, которые его волновали, они на самом деле волнуют и сейчас очень многих. Кстати, музыку к большому количеству песен, вошедших в программу концерта, написал руководитель хора Александр Бордак, который много лет занимается сочинением для хора и хорошо знаком с голосовыми данными солистов коллектива. Вообще, в Алламском монастыре мужской хор был основан в 2005 году. Он одновременно является богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом, который уже дал более 500 концертов в городах России, а также за рубежом. В репертуаре хора – богослужебное пение разных стран, духовное сочинение русских классиков, русские народные песни и романсы, армейские казачьи песни, лирические и патриотические композиции советского периода. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok